Приветствую, товарищи стратеги! С вами, как всегда, Консул. Продолжаем мы нашу компанию Засилив Кидов во втором риме с модом по тесту с Ультима Ратион на Легенде. Усаживайтесь поудобнее. Всем вам приятного просмотра. Итак, друзья мои, значит, я тут немножко без записи поиграл. Ну, как сказать без записи? Я думал, что я играю с записью, а оказалось, что я играю без записи. Значит, какие события произошли у нас тут? За то время, пока я думал, что я играю с записью, а я играл без записи, значит, двигал я свою армию на сарай, если помните. И, значит, пока я к ним полз, все-таки они тут поднабрались, набрали себе наемников. Ну, и то есть штурм в одну печеньку у меня бы там, скорее всего, не получился, поэтому я развернулся, отошел. Вот сейчас у нас от армии находится, развернул я большую часть войск все-таки в сторону Бактрии, решил сначала шлепнуть их, полностью забрать себе вот эти территории, да. Уже у меня тут подползает, где он мне, кстати, где-то у меня тут Базилевс наш ползет. Вот он, подползает уже Базилевс, также собрал я на армию из войск сатрапии всяких, тут всяких тоже разных пацанов понабрал. Лучников там, копейщиков, мечников каких-то вот надыбал тоже, греко-профянских тареофоров. Ну, вот тоже потихонечку подползаю, буду начинать штурм, там два отряда у меня буквально не хватает до полного стека, ну, там, если что, буду набирать наемников. И также здесь у нас Армения, если помните, осаждала Пульпудеву, они ее вроде бы даже взяли, вроде бы даже разграбили, понесли потери кое-какие. Ну, и там одно войско у них уходит полностью целое, готовое, спокойно, да. Ну, а я под шумок, значит, взял ее в осаду, и по факту мы можем ее штурмануть, у них тут полный гарнизон, всякие жесткие, вон, пять отрядов аж уже этой фракийской тяжелой пехоты, ну, и плюсом мечников и вот этих вот, ребят, аэмофоров тоже не стоит со счетов списывать. Ну, и застрелы им будут делать свое дело, поэтому, естественно, буду штурмовать вручную и дам, конечно же, Армении проявить себя. Поехали. Итак, ребятки, замечательная погода, Армения у нас пойдет откуда-то, вон оттуда, давайте плавненько начинать. По идее, должно мне снарядов хватить поломать. Немного тут стены, кстати. Да, я лестницы делал. Куда-то я тут ставил лестницы? А куда хрен его знает, забыл. Куда-то я их поставил, короче. Так, погодите. Куда же я их делал? Лестницы, неужто я их там забыл? Даже вроде их ставил. Короче, где... А вот, все, нашел, нашел лестницы. Подведу наемников сюда. Так, а вон появляются войска Армении. Интересно, успею ее тут промолотить, дырки кинуть, нет? 55 процентов, там как, 40 процентов. Давай ускорять. Ага. Уже имеются повреждения довольно серьезные. Сейчас тут, ребят, похоже, разлетятся. Уже проходик организовали. Света еще чуть-чуть. У них там лучников немерено, по-моему, да? Да городская стража, кого там только нету. Че там? Союзничек наш делает, ползет? А, не торопясь. Не торопясь, спокойно. Кстати, ушатали один отряд. Копиметатели между делом. Давайте сюда постреляем. Доломаем, так сказать. Там цепанули кого? Да не особо. И в башню ни разу не попали. Ты скажи вам, еще и снарядов сейчас не хватит. Сломать все это дело. 75. Нормально. Даже 80. Ну, есть. Давай в башню, может, сломают все-таки. Полегче нашим союзникам сегодня будет. 47. 85. Есть. Снесли. Отлично. Ладно, тут немножко снарядов поэкономим. Там тоже кто-то оборону, да, занял? Да, стоят. Стоят. Подтяну своих лучников. Ладно, тогда наемники тоже сюда. Пики подходят. Вперед. Так, а вы куда, кстати? Война в другой немножко стороне. Они ко мне, видимо, решили сначала прийти, поздороваться, а потом уже идти воевать, да? Конный луч, а конные застрельщики, я думал, конные лучники. Так, тем временем, мои ребятки подходят. В принципе, ну-ка, есть там, где тяжелая пехота поблизости? Вот она. Это кто? Давай потяжелой, наверное. Пару залпов дадим. Правда, ему не досталось. Ну, лишним не будет, как по мне. Как одна отстрелялась. Ручники начинают отрабатывать по... Тоже фактической тяжелой, да? У них щитов нету. По идее, должны нормально они отлетать. Всегда получат в ближнем бою они вообще звери. Нормально прилетает. Туда пошли-то, алё? Стоим на месте. Не ходим никуда. Как есть, один отряд готов. Меняем. Меняем цели. У этих вообще брони как такового нету, поэтому они отлетают еще быстрее. Надо, короче, лучниками управлять. Бароны. Я говорю, стоп. Плев. Хорош настреливать. А, сюда. Так, метки выстрела остался? Нет еще? Нет, катился метки выстрелов? Накидываем. Так, а у меня тут свистящие еще есть. Свистящие, ладно, перебью без свистящего. Так, уже влетают копейщики-медяне, да? Да, они самые. Ну, сейчас кого-то тут больно будет, похоже. Просто, смотрите, что вытворяет эта тяжелая пикота. Даже под обстрелом. Кстати, лучники. Давай-ка пока он туда подойдет. Да, они тут вы убили. Режим берсерка, нарезание голов и все, у них пошло дело. Так, ну, пока в толпу туда постреляем. У нас, вроде, никто не обстреливает. Ходи. Хотя можно пока полам не встречать, просто подойдем. Там есть еще? Есть еще патроны. Влетают, влетают копейщики. Ну, честно говоря, мало шансов у копейщиков в Ромении. У медиана тех. А вот конные застрелы-то много накидать. Причем неплохо. Тяжелая пехота у них потихонечку заканчивается, я смотрю, да? Я имею в виду... Войска-Тилы. Хотя нет, дофига их там еще. Пойдем, поможем. Нашими наемниками. Накидывай. Кавалерию бы тоже, наверное, подтянуть поближе. За застрелами гоняться по всему городу еще. Нормально, продавливают, кстати. При поддержке наших учеников нормально справляются. Копейщики. Попухи-то мы нормально отрезали. И не может уже сдержать тяжелого пехота. Плюсом накидали наверняка неплохо полный застрелы. Нормально получилось у Войска-Армении. Потеряли они, конечно, немало народов. Вот что-то застрелы... Тилы почему-то тупят. Нет, чтобы подойти тут подстрелять как следует, они как-то где-то рассосались по всему городу и стоят бесполезно. Все. Последний отряд держится. Уже не держится. Да, еще у них там кто остался? Воины-кильты. Там кто? Тоже воины-кильты. Еще фракейская тяжелая пехота есть. Так, ну все. Продвигается вперед войска Армении. Что-то у меня пикинеры перестраивались. Скажи, тут еще меня обстрелил, стоял все это время. Продвигаемся. То же самое. Так, лучники отстрелялись. Зашли на всякий случай. Тут будет повтыкая. Так уже кавалерия начинает отлетать. Тельские лучники. Ну понятно, там некому драться особо. Там что-то отряд. Они там у башенки стоят. Подходи. Присягнувшие пришли. Блин, я забыл, кстати, про него совсем. У них там подкрепления будут. Так, а что с пиками-то не так? Они у меня вроде бит строя, бит нифига. Так, где помочь-то лучше? Давай сюда пойдем. Там присяга есть. Шевелим ножками. Это у нас мойный кельт, соответственно. Что-то медианам, я смотрю, опять достается. Башни еще прохилируют от нам. Подгорает, так сказать. Так, отряд пикеров сюда еще отправлю. Отряд мечников. Это же самое с этой стороны. Где у меня там кавалерия подходила? Вот она. Давай вот этого огони. Вырывайся. Кайти в нижний мой пошли какого-то лишова. Как бы мне тут сейчас застрелы армянские-то не накидали. Стой. Торопись. Нарезаем. Так, можно? Можно, да. Можно обойти будет. Поехали. Поехали в обход. Двигай вперед. Ты тоже. Построился, пошел. А, хрен там, не обойду, да? Не обойду. Только вон на башню можно залезть. Тогда подожди. Нету смысла в ту сторону ползти. Так, а здесь как дела у нас? Резаем. Они что-то нарезаем даже. Айкманы, ваша задача присяга шутать. Ох, это останется моим пикинерам сейчас. Так, а где, кстати, полководец Ромини? Да, он делся. А, вон он, вижу. Кто у него там? Гража какая-то. Гид, стражник вам. А, вот он. Да, достается, достается моим пиком уже. Зря я их туда подвел. Надо уходить. Здесь как дела. Пока держим. Так, наемные тореофори пошли. Наши тореофори тоже пошли. Вот здесь бы прорываться, было бы ништяк. Вот присягу почти шатнули. Выходи, 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 выходи. Убери фалангу. Хорош, прорвались. Поехали в ту сторону. Отошли. Еще кавалерия пошла. Отошли, говорю. Вот. Взрывайся сразу. А, он не может отсюда пройти, да? Они пострелять, значит, могут отсюда пройти. Я так не могу, ни хрена. Что за бред? Рули. Походи дальше. Здесь у меня мечники из последних сил держатся пока. Резай. Жерну вот этого мечника назад, который дерется здесь. Дальше, проходя. Ты нарезай здесь. Здесь. Здесь мечники стоят, да? Иди пока назад. Хорошо, закрыл он своих застрелов. Начинаем напирать всеми силами. Иди здесь, помоги. Поехали, попробуем. Проходи дальше. Проходи дальше. То же самое. Так, знаешь, там вроде давят. Дави. Нарезай. Атакуй сюда. Следующий. Влетели. Влетели. С этим мы еще в тыл дадим и нормально будет. Такуй. Вот твою мать. Пойдет. Как тут, как дела? Дерись хорошо. Там давим, там давим. Здесь. Вживую. Держит. Держит удар. Так, пикини пошли. Резервов. Ну, только генералы и коляска. Коляска я тут задолбаюсь по городу кататься, да? А, все. Добили. Добили. Тяжелая победа. Ну, завершаем битву и посмотрим, кстати, чего там. Как у Армении дела были. Так, сколько я потерял? 399 человек. Армянская армия потеряла 1078 бойцов. Ну, да, тяжело им было против тяжелой пехоты. Да и вот эти вот маяхофоры всякие тоже нормально воюют. И все-таки, кстати, застрелы сделали свое дело у гарнижона. Тилы нормально они накидали. Так, как у Ази два. Взято в плен убит один. 28. Ну, да, и фрагов-то они много не понаделали, а вот застрелы. А вот застрелы поинтереснее повоевали, да? Хоть многие из них и полностью отлетели. Ну, наемные, они, наверное, не сильно обиделись. Лучники. Армянские красавцы. Застрелы тоже ничего. Командире даже восьмерых шлепнул. Заберем поселение себе. Этот выжил, да, у меня? Забыл я опять про него. Опять я про него забыл. Так, что взяли? Давай под снос. То же самое. Библиотеку строить не буду. Так, нормально. Чего мне там? По потерям-то удержусь, если что. Да, в принципе, должен удержаться. Сюда вроде бы в атаку пока никто не собирается. Там у нас кто? Пергам пошел в атаку на Баспор, да, похоже? Они там все, по-моему, с Баспором воюют. В том числе и я. Да, Баспор, Пергам, и Мидия, и Армения. Все начали с ним воевать. Все, кому не лень. Только Бактри еще пока с ним воевать не начала. Ну, Бактрия, скорее всего, до него и не доберется. Тысяча, полторы тысячи денег у меня. Минус 9 общественный порядок. Здесь как дела? 38. Так, флота может сюда выйти куда-нибудь? Чего от Тил там осталось? Где она вообще есть? А вот он, союз кельтов. Не густо. Не густо от них осталось. Поторговать вряд ли я тут с кем-то смогу. В политике. Как у меня дела, кстати, давайте заглянем. Так, это уберем. Еще одна партия иудейских семей появились. Ну, в принципе, все лояльны. Все со всеми замечательно, да? Детей куча. Семья огромная. Все отлично. Так, давайте тогда сдадим ход. Вроде ничего я не забыл. Надеюсь, по крайней мере, что я ничего не забыл. Посмотрим, кто нам чем ответит теперь. Рим. Кстати, Рим-то там в Нессе сидит. Могут они и атаковать оттуда, в принципе. Сразу несколько легионов. Они там что-то прямо разошлись. Аполлонию взяли. Несс взяли. Еще там кого-то они били. Все у них прям прекрасно. Развивается в какой-то веке. И прям задумались. И так, по факту ничего особенного не поменялось. Попытался там воитель тела или воительница, точнее, тела сделать какую-то подлянку нам в пульпу дэви. Ну, ничего у них не вышло, к счастью. Так, ставим, значит, оговору. Ставим в мастерскую. И поставим... Что у нас тут еще есть? Ассамблея. Так, пока, наверное, здесь все. Пускай ребята восстанавливаются. Пополнение есть? Пополнение есть. Отлично. Осень. Так, а ты можешь, кстати? Да, в Донессе я достаю. Сколько римлян там неизвестно, что у них тут, кстати. Легионеры штандарта. Ветераны Мария. Рекруты. Эквиты. И пара прачников. Не густо. Так, армении отходит. У меня, кстати, здесь еще аорсы появились. Они тоже со мной воюют. Прям не вовремя. Сколько там еще набираться? Больше два хода, как минимум, да? Так, а что не могут атаковать? Могут сюда ударить, по факту. Думаю, так просто они возьмут. Мазаки у меня 11 отрядов. Ну, плюс уж еще войска я собрал. Так что ладно. Бог с ними, пока. Так, давайте на восток вернемся. Для начала. Так, ты у меня докуда ходишь? А, не смотри, как предусмотрительно поставили здесь армию. Большущую. Так, подходи. Так, ты, наверное, тоже проскакивай. На ускоренном. Подойдешь? Подойдет. Подойдет. Там вроде больше никого нигде не видно. Так, раз, два. Третья армия. Куда ударить? Да вот этого чела, наверное, попробовать поймать. Хотя, на этом ходу я его атаковать не буду. Я еще одно армию не дотянул. Как минимум. Вот сюда. Это еще, как минимум, пару ходов. А зима это еще больше ходов. Так что, ладно, пока. Можно пищу у них потырить. Это нефиг делать. Так, а ты знаешь, что сделай? Вот сюда сбегай. Никого не видно. Тут никого не видно. Здесь. Выдвинусь-ка вот сюда. Встану в засаду. Порядок есть. Еще 7000. Еще 7000. Так, погодите. У меня там в столице какое-то расширение было. Антиохия. Ассамблею поставим. Потом поставим какой-нибудь губернатора, наверное. Так, пища. Пища вроде бы имеется, да? Так, и здесь. Ладно. Надо укрепить вот здесь вот регион, наверное. Давайте вернем обратно. Все поселение. Строим здесь. Гимназий. Еще 1000 остается. На 1000, наверное, хренчо построишь уже. Да, вообще ничего не поставить. Ладно. Так, кстати, а как у меня там парабам? Я же, в принципе-то, рабов-то не брал, да? Они растут? Нет, они не растут. Надо все-таки иногда брать. Дабы потом продавать. Неплохая фишка, на самом деле. Неплохо так денег подкидывает. Так, там, значит, я ползу. Там я занял оборону. Здесь я пока не достаю. В любом случае, выманить бы вот эту армию сразу в поле. Было бы, наверное, неплохо. Говорят ли они в поле вылезут? Так, ладно. Давайте еще ходим за ним. Прикольно получилось. Римляне угодили все-таки в засаду. А что, по потерям будет? А давайте хоть раз сами засаду разыграем. Давненько. Ай, блин, разыграем, говорю. Назад-то не нажал. Ну, ладно. Разыграли засаду, ладно. Эээ, рабство их возьмите, вставите. Это самое. Рабы купятся. Потом продадим. Надо было, блин, разыграть, посмотреть. Ну, как говорится, поздно уже. Так, ну и все, пока. Ладно, пока на ползу ставлю. Итак. Обнаружены чего? Где? На что я не сплю? Да убери ты. А, взял эту засаду, ребят. Все правильно. Ну, что там случилось? Так, вернись обратно в засаду. Войска, говорит, обнаружены. Так, меня Орсу что-то беспокоить начинают. Куда-куда бежишь-то, если что? Прям до столицы до стоит, обалдеть. Нафиг тогда лучников этих. Опять же. Только на ускоренном, наверное, я смогу его перекрыть. Он туда вроде не должен достать до Мазаки. На следующий ход, если что, возьму наемников. И надо с ними будет разобраться. Теперь здесь. Восток. Восток, восток. Так, продолжаешь ползти. На следующий ход, надеюсь, достану, да? Хотя. А куда ему лучше ударить? Можно сюда, в принципе. Так, разведка. Вернись пока, смотри, что здесь происходит. Да, придется в две армии, наверное, бить. Арт-как тебе там? Арт-кану. Потому что у них там, получается, войско. У них такой же гарнизон. Даже в три армии придется, мне, наверное, его молотить. Посмотрим, как лучше. Или Фраду возьму, может, выманяться, не знаю. Посмотрим. Так, теперь здесь. Так, ты у меня не достаешь, да? В любом случае. До Несса. Стоит тогда в засаде пока. Здесь. Так, ночная у него уже есть. Давай командира возьмем. И все. Шесть тысяч денег. Так, здесь отстройка идет. Пик, пафия. В принципе, пока так оставим здесь. Мне, кстати, советовали поставить дом губернатора. Надо будет попробовать обязательно. Так, так, дом ювелира. Чеканка. Дом ювелира поставим. И вот эту хрень можно тоже улучшить. Здесь. Пока так. Здесь ставится. Ладно, Сирия. Сирия, Сирия. Можно четвертого уровня казарму поставить. Лагерь наемников, да? А давай. Пускай будут. Так, ну и все по факту. Так, поехали. Еще ходик сдаем. Где-то кто-то там подкачался, да? Министры. То семья про нее забыл. Шанс. Радиус. Пополнение отрядов. Акторитет. И трости возьмем побольше. Так, и двинули дальше. Итак, друзья мои, разборки с римским гарнизоном. Я-то думал, они, блин, в поселении засядут. Нет, решили они пойти в атаку. Выйти в чисто поле. Ну, как говорится, дело их. Давайте по чуть-чуть обходить. Помаленьку, потихоньку. Будем сейчас их пробовать зажимать. Даже гарнизона, блин, совсем не ребята для бития, так сказать. Что у него там? Женщины-гладиаторы. Ополчение городское. Новобранцы. А где у него, кстати, должны быть? Да, вон они, ветераны поселения. Все ветераны поселения. Молодские песики, собственно, ползут. Немножко подускорим, пускай поближе подойдут. Баллисты готовы? Да, баллисты уже начали накидывать. Так, тачанки объезжают. Назад. Так, лучники. Это самое, режим обороны. Кцензи. Кцензи. Они же, да? Рассосались, кстати, смотри-ка. Антисигналы. Регенеры. Тоже серьезные ребята. Можно им подраться неплохо. Мелэль-файтеры готовы? Порио-с-преди? 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 Давай, стена. Так, начинай катиться потихонечку. Ты тоже подползай. Так, лучники. Лучники. Нет, не забыть. Сейчас мне будет прилетать, похоже. Да, уже пошло дело. Гладиаторы. Давайте втягивайтесь в бой-то, ежик зеленый. А вон он. Начал все-таки. Подожди, подъезжай. Молодские псы пошли. Лучники нормально действуют. Нарезай. Как копеечки зашли, копеечки зашли. Давай во фланг главному. Погнали вот этих ребят гнать. А ты позиции тоже занимай. Пойдем. Так, ну в центре, не вред что-то сделает. Замей. Еть, 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 еть. Нормально приезжает. По таланту, по таланту. Хорошок, блин. Колесницы заходят. Вливайся. Молодец. Давай сюда на помощь. Так, давай. Да кто что говорит, ребят? Сколько интересно набило, как я тут катался из сот. Нормально. Считай полгарнизона. Даже больше. Все, хорош. Блин, на время это получается мало. На серию, да? Так, давайте завершать. Посмотрим, во-первых, что взяли. И там уже дальше посмотрим. Так, решительно. Кто больше всех набил? Ну, понятное дело, колесики. Они тут удачно, прям нормально заехали. Ветераны ничего не смогли римские сделать. Хотя, вот, было дело больших проблем. Стоило то, чтобы побить этот отряд. Даже более-менее такими элитными отрядами своими. А вот это раз как-то не... Скромненько, что ли? Так, заберем себе, естественно, свинец нам пригодится. Так, сразу же, значит. На, ой, че такое? Казарм и когорт. Ты смотри, че он тут себе поставил-то. А я че могу? Я нихрена не могу, да? Блин, жалко. А это когда вот хрень изучу? А, туда еще долго, да? То есть ходов. Ладно, сломаем в таком случае. Подснос, подснос. Это оставлю. Доход пусть будет. Так, здесь. Давайте, ладно, общественный порядок. Так. Мадемуазель. Так, натилу они не прошли. Там у нас кто? Лирийская конфедерация. А как у меня с ними отношения? Не ахти, да? Ну, они и с Римом тоже. Не в очень хороших отношениях. Но торговать не хотят, к сожалению. А было бы неплохо. Если бы захотели. А вы че? Че там, как ос? У этих тоже какие-то явно проблемы там. Со всеми и сразу. Так. Допилы. Аполлонию взяли. Допилы взяли. Лариса. Афинская. Я бы забрал ее себе. Ну, с афинянами у меня пока вроде дружба-мир печенька, да? Да, относительно. Блин, посмотреть. А может, кто все-таки захочет, друг, поторговать так между делом? Хотя, надо еще смотреть, кто с Карфагеном воюет, кто не воюет, да? Так, или рийцы не хотят, это мы проверяли. Мавры появились же у нас тут. Торговать не хотите? О, нейтрально. Да, сразу нейтральными становятся нерви. Вроде спрашивал, да? Да, вроде я спрашивал у них раньше. Ну, кто знает, вдруг у них мнение о сельфкидах вдруг поменялось резко, и они... Давай, говорит, поторгуем. Учитывая, что ресурсов у меня целая игра. И все пока. Пока больше никто не хочет. Жаль. Очень-очень жаль. Так, значит, здесь у нас что получается? Давайте. Войну начали раз. В осаду. Дальше. Криарами у меня атакуют основную боевую единицу, потом расползаются и... Шатают все остальные поселения. Так, а ты можешь там что-нибудь сотворить? Хотя, что толку-то его творить? Я думаю, толку особо нет. Ты, значит, беги, смотри, что здесь. Никого там нету. Ну, вот сюда армию, сюда армию, и царь развернется туда, куда-нибудь пойдет. И, в принципе, нормально. Я надеюсь. Ну, надо еще не забывать, что у них здесь где-то армия бомжей бегает. Которую тоже надо будет, наверное, встречать. Кстати. Есть кого нанять-то? Сори Сафора и Клирухи у меня, кстати, появились. Дай-ка парочку. Так, и все пока. Так, ну что, друзья мои, давайте тогда на этом сегодняшнюю нашу серию завершать. Значит, на следующей серии уже сразу начнем штурмовать. Я даже, наверное, начну штурм, там, поразношу стены баллистами всей фигней. Потом уже включусь. Значит, на этом будем прощаться. Всем спасибо, кто пришел, посмотрел. Не забывайте поддерживать канал подпиской, видосик лайком, комментарием. Значит, важна, конечно же, ваша поддержка, что вы оцениваете, помогаете и помогаете развиваться каналом. Ну, а с вами был Консул. Всем вам здоровья, удачи и всем пока-пока.